Добрый вечер всем любителям Ахёрба. Спешу вместе с вами порадоваться. Только что прибежала из пункта Боксбери. И хочу вместе с вами открыть постылочку, насладиться тем, что находится внутри, и на эту тему побеседовать. То есть поговорить. Вообще в Боксбери этот раз меня очень порадовали. Так всё вовремя. Совершилось, и мёд как раз вчера закончился. Мой любимый, мануко. Вот такой. Мы уже попробовали вот такую мануко. В следующий раз пробовали такую мануко. И этот раз мы заказали мёд вот от такого производителя. Этого производителя мы ещё заказывали мёд с гранатом. Мы вообще с доченькой решили перепробовать весь мёд, который есть на Ахёрбе. Потому что, наконец-таки, я вообще была в поисках хорошего мёда на всю свою жизнь. И вот, наконец-таки, я его нашла. Он продаётся на Ахёрб. Его там очень много. Он весь разный. Я надеюсь, что потихонечку я его весь перепробую. Но, конечно же, пока самое первое место у нас занимает мёд мануко. Безусловно. Его аромат, его вкус. То, что он не сладкий. То, что он такой приятный. Вне всех сомнений, он у нас занимает первое место. Этот раз мы заказали мёд с маточным молочком. Он вот такой вот консистенции ровный. У него нет, конечно, такого специфического запаха и аромата, как у мануки. Но он не менее вкусный. Возможно, и не менее полезный. Это что касается у нас мёда. Так будем потихоньку то в одну посылочку класть мануко, то в одну посылочку какой-то другой мёд. Потому что его там очень много. И гречишный, и красного клевера. И вот гранатовый, который мы заказывали. Но большое количество там мёда. Поэтому есть, что опробовать. Следующее, что у меня закончилось, как раз только положила в пустые баночки. Вот такой вот пакетик, как раз у меня только закончился. Это перемолотые семена. Льна с ягодками. Мне очень нравится такая форма завтрака. Я раскладываю в контейнеры рисовые отруби, пшеничные отруби, зелёную зеленушку свою, семена льна с ягодками. Потом в 12 часов, когда я завтракаю, я кладу туда простоквашу, перемешиваю её и в прикуску с яблоком красным ем. Из этого состоит мой завтрак. Каждый раз это наполнение, оно разное и оно мне никогда не надоедает. Потому что из вот этих всех суперфудов, которые у меня есть, я каждый раз марьирую их. Если хотите, могу в принципе показать. У меня получается так, что я то вот такой вот мискит добавлю. Он сладкий, да, то добавлю вот такой вот суперзелень, да, он как бы такой вкус травянистый придает, да. То просто добавлю льняные семена с ягодами, то в пшеничные отруби могу добавить ещё вот такие вот у меня есть рисовые отруби. У них такой тоже своеобразный свой вкус интересный. Поэтому вот такое вот пищевое разнообразие на завтрак у меня есть из чего скомбинировать, чему я несказанно рада. Дальше у нас здесь с вами будет вот такой прекрасный чай. Такой прекрасный чай. Вот так мы его сделаем. От этой компании, от Тулс, я ещё не покупала ни разу чай. Меня заинтересовала именно он, потому что он с розой. Хотела заказать свой с земляникой, но его не было в наличии. Стала искать чай и увидела вот этот вот чай Тулси. Он с органической розой, с лимоном, с астевией, с ромашкой. Вот такой будет органически вкусный чай. Запах у него вообще очень интересный. Там ещё есть с базиликом. Я следующую посылочку положила с базиликом. Вот в таких вот одноразовых пакетиках. Удобно было взять на работу. Никаких железочек здесь нет. Это для любителей. Ни железочек, всего натурального. Запах очень интересный. Вот для меня вообще такой новый запах. Очень интересный. Никогда не думала, что вообще на Хёрбе столько, такое разнообразие чаёв, что, мне кажется, жизни не хватит. Вот весь чай какой-то там есть перепробовать. И я каждый раз для себя открываю вот какой-то новый чай вообще, для себя новый вкус. И очень рада тому, что вообще я познакомилась с этим сайтом. И думала уже, что когда мне уже 40 лет наступило, я уже думала, что жизнь закончилась. А получилось так, что познакомилась с Хёрбе. И построенела на 21 килограмм. И помолодела. И разнообразила так свою жизнь. И столько всего нового узнала вообще о жизни, о здоровье, о красоте. Что несказанно рада этому процессу, который в моей жизни происходит. Чай очень интересный. Думаю, что и с базиликом не менее интересный будет аромат. Потому что базилик вообще обожаю. Дальше что-то, если у меня есть здесь с весного, да, это вот такая вот у нас будет арахисовая паста. Я не знаю, когда и вижу такие отзывы у людей, что, ой, а мне не понравилось там, ой, это там невкусно. Я не знаю, что здесь может быть невкусного. Я вообще обожаю полдник. Чай белый, зелёный какой-нибудь заварить, да, такой нейтральный. Взять кусочек яблока, бананы или груши, намазать на него ореховую пасту. И кушать это, и наслаждаться. Что ещё может быть чудеснее вот такого сочетания, я не знаю. Как вообще это может не понравиться. И тоже, если вы обратите внимание, если перейдёте по ссылке, увидите, что огромное количество сочетаний и с кокосовым маслом, и с шоколадом, и с белым, и с тёмным, и с мёдом, и с кленовым сиропом. Можно перепробовать тоже всё и найти свою любимую. Мне нравится любая, какую я пробовала. Все мне понравились. Вообще обожаю это дело. На хлеб я не намазываю, потому что я не понимаю, зачем орехи на хлеб намазывают. Мне это непонятно. Я намазываю на фрукты. И очень этим довольна. Дальше сеснового у меня ещё здесь вот такая вот корица. Эту корицу я заказала приятельнице на работе, потому что она мне попросила, говорит, уже больше не могу терпеть запах твоего ароматного кофе, который я готовлю на работе. Она говорит, пожалуйста, мне уже закажи такую корицу. Я тоже хочу им наслаждаться. Вот моя корица. Отличная баночка. Просто прекрасная. Металлическая крышечка. Здесь можно поменьше высыпать. Здесь можно побольше, если нужно побольше высыпать. Вот такую корицу я сейчас заказываю уже для приготовления блюд, какой-то выпечки, десертов. А для кофе и для чая я уже заказываю крупнодисперсную, которая там в поменьше баночках. Она мне сейчас, эта баночка просто на работе. Вот её, если вы для чая и для кофе собираетесь использовать, то лучше взять её. А вот эту вот мелкодисперсную лучше взять в приготовлении блюд. Вот мне, это как бы мой уже такой совет жизненный. Я уже поняла, что лучше вот ту заказывать. Вот сегодня буквально тоже завариваю чёрный чай наполнен с этой корицей. Ну, просто фантастический аромат и вкус такой божественный. И сколько там обратно же, если вы точно так же перейдёте по ссылке и увидите вот Simply Organics, какое многообразие вообще. Ну, там невозможно вот всё просмотреть и сказать, ну, что-то мне здесь ничего не порадовало, ничего не удивило. Бесконечно, бесконечно можно пробовать. Есть столько вариаций там вообще для того, чтобы придать новый вкус своей жизни. Поэтому не стесняйтесь. Да, Капитошечка со мной вот помогает. Не стесняйтесь. Вот там под видео будет стрелочка справа. Вы так нажмёте её и перейдёте в описание видео. Там будет то, что я заказала в этой посылке. По голубой ссылочке переходите тот продукт, который вам интересен. Читайте отзывы. Читайте, из чего этот продукт состоит. Соединяйте это вместе с моей информацией. И уже делайте заказ, если вам вообще интересно это в жизни. Дальше, если снова у нас ничего нет. Будет вот такая вот новинка. Для меня это новинка. Я заказала в первый раз. Это у нас вот будет вот такая вот. Вот такая вот у нас будет хна. Заказала вот такого цвета. Соболь называется. Тёмно-коричневый такой, как горький шоколад такой цвет. Дело в том, что я всю жизнь красилась в блондинку. Сейчас, когда познакомилась с iHerb, я из-за того, что перешла на всё натуральное, то получается, что я и сама себя хочу найти ту, которую я есть со своими волосами. Я отрастила свои волосы. Они мне такого шоколадного красивого цвета. Мне нравятся. У меня кори глаза, тёмные ресницы, брови тёмные. И мои вот такие вот шоколадные волосы. И эту хну я именно купила не для того, чтобы улучшить мой цвет волос, а именно для кондиционирования, обогащения вот этими вот растительными минералами именно свои волосы. Я прочитала вот про неё, про хну. И мне понравилось, как там написано, даётся описание, как сделать её более как бы приятной в нанесении. Что её нужно либо с оливковым маслом смешать и с водой, либо с яйцом, либо с йогуртом. Я вот хочу попробовать, и потом я вам расскажу, что у меня получилось. Ну, как выглядит хна, вы, наверное, все знаете. И здесь она точно так же выглядит. Вот такой вот зелёный порошок. Такой пахнет травкой приятной. Мне нравится сейчас заниматься своими волосами. Я это всё с удовольствием делаю. Вот следующее, что у меня здесь есть для волос. Это мой любимый и обожаемый шампунь Desert Essence. Без него жизни, конечно, никакой не представляю. Сейчас в данный момент у меня яблоко-имбирь. Очень интересное сочетание яблока и имбиря свежее такое. Но заканчивается виноградный шампунь. Я понимаю, что уже начинаю по нему скучать. А так как я не очень люблю скучать по какому-нибудь продукту, и когда я вот это чувствую, я уже понимаю, что мне его нужно заказать. Как у меня недавно было, тоже заканчивалась паста с анисовым маслом. И она заканчивается, а я уже по ней скучаю. И я поняла, что мне нужно её заказать. Вот заканчивалась у меня паста с солью морской. Я как-то не скучала и до сих пор не скучаю. А вот по этому шампуню и по пасте я заскучала и с удовольствием её заказала. Тем более упаковка отличная. Никогда здесь ничего не протечёт. Всё запаковано. И мне нравится, как бы вот в использовании этот шампунь. Запах этого красного винограда натуральный, вообще божественный. И мне нравится, как он стоит вот так в ванной. Вы просто его открываете, выдавливаете в руку и пользуетесь. Не нужно переворачивать, что-то там давить как-то. Мне вообще шампунь не нравится. Либо с дозатором, либо вот в такой форме. И все запахи, которые я использовала вот от этой фирмы, а я от них от всех осталась в восторге. Единственное, что, конечно же, хотелось бы найти какой-то шампунь. Такой, чтобы вот можно было проснуться на следующий день, да. И хотя бы вот один день не мыть волосы. Я вот так не могу. Я, например, просыпаюсь и уже понимаю, что, ну, как бы дома можно было бы остаться с такими волосами, да. Но вот на работу не очень вот корректно идти с такой головой. И даже если я пойду, то я в течение дня прям себя вообще не очень ловко чувствую. И ближе к вечеру они все жирнятся, жирнятся и жирнятся. И, конечно же, я вот это не люблю. Вот и если бы нашелся из всей этой серии, может быть, кто-то знает, вот какой вот в этой серии. Есть такой шампунь, который, ну, чтобы хотя бы вот помыть голову, да. И чтобы два дня они были нормальные, именно нетерпимые, а нормальные. Там же большое количество. Я вот только пробовала с виноградом, яблоко, имбирь и кокосовый. И все они вот как бы вот, мне просто нравятся, какие волосы у меня становятся. И нравится сам процесс мытья. А так, чтобы, например, еще вот и на второй день хотя бы волосы были чистые, такие красивые, да, там. Это такой уже другой вот какой-то вопрос. Вот, если вот, например, там еще же есть разные варианты, может быть, все-таки есть такой шампунь, от которого есть еще и второй день эффект чистых волос. Если вы мне напишите об этом, я буду несказанно вам благодарна за это. Так, съестное все закончилось уже. У меня больше ничего съестного нет. Осталась еще вот такая вот самбука. Покупала самбуку я черную, черную бузину. И получилось так, что всех спасала, а сама осталась без черной бузины. Вот это вот мне очень нравится сочетание. Здесь черные бузины, витамина С и цинка. Здесь ключевое слово и цинка, да. И покупала еще осенью для того, чтобы было мне осенью, зимой и весной. И постоянно всех спасала. Себя спасла только один раз. Ну, вот дочь еще тоже спасла один раз. Тоже она мне тогда нагулялась с мокрыми ногами. По парку они масленицу отмечали. Намерзлись и с мокрыми ногами домой приехали. Тоже вот ее спасала. А так все остальные таблетки у меня ушли на спасение людей вокруг меня. И вот сейчас снова заказала две упаковочки, потому что вообще классная вещь. Но она работает только в том случае, если вы прям сразу вот прям почувствовали, что вот все случится. И вы выпиваете таблеточку. Это все вот так вот упаковано. Да? Такая таблеточка. Очень приятный аромат вообще. Чудесный запах. Вкус очень приятный. Вы ее выпиваете, вам уже становится хорошо. На следующий день еще выпиваете и все. И все заканчивается. Даже не начавшись. Но это самое главное. Вот не вот там болеть-болеть и вдруг на пятый день понять, что тебе нужно выпить сам боку. А неплохо было бы сразу. Вообще все вот эти вот вещи такие простудные. Их нужно научиться определять сразу. И сразу так раз за горло этой простуде. И задушить ее. Вот это тогда будет отличным вариантом для вас. Так, ну все. Значит, на черной бузина у меня есть. Потом у меня еще вот таких вот... Такие элементы у меня. Умывалка для лица у меня закончилась. Умывалка для лица этой фирмы у меня еще осталась. С ахокислотами. Вот еще немножечко осталось, да? Мне просто очень понравилось вот это с ахокислотами. А просто обыкновенная для мытья у меня была от Нутрибиотик побольше бутылочка. Она мне тоже понравилась. И я взяла вот эту. Она называется Хербал Крем. Да, такой травяной крем. Здесь с премиум ароматерапией. Здесь очень много масел. Если кому прям совсем интересно, какие там, какое количество масел здесь содержится. Там штук 20 всяких разных. Да, вы можете тоже так же на ссылку перейти и прочитать. Там по-русски все написано, чтобы я здесь своим ломаным английским языком не портила вам эфир. Вот, там можете все прочитать. И вот это, кстати, которая была трехпроцентная с ахокислотами, комплексом, да? Вообще тоже я от нее осталась в восторге. Очень она приятная, хорошая, 100% веганская, вся натуральная, вообще чудесная продукция. Мне она очень понравилась. Еще у меня здесь для мытья наше любимое семейное мыло. Вот такое вот семейное мыло. Это у нас серый. Сразу вам сейчас покажу. Серый из горячих источников. Вообще обожаем это мыло. Вот у нас сейчас лежит в мыльце два мыла. Одно серый, а другое с эвкалиптом. Ну, сразу можно понять, какое мыло нравится нашей семье больше всего. Вот это с эвкалиптом, оно как бы неплохое мыло, но оно не оставляет после себя такого эффекта вот на коже. Вот нет такого эффекта. И запаха в нем нет, вот волшебного эвкалиптового. Я обожаю вот вообще эвкалиптовый запах. Я, в принципе, его из-за этого заказала. А серное мыло, пусть в нем нет запаха, но кожа такая вообще классная от него. Вот видите, оно не размокает. И из мылицы у вас до самой вот последней капелюшечки. Вообще отличное мыло. Сейчас вам покажу, как выглядит брусочек. Малюсенький 100-граммовый брусочек. А как надолго его всем хватает. Вообще тоже вот, если посмотреть на ингредиенты, да, тут вот, что тут получается? Колодное серебро. Розмарин. Тоже всякие экстракты. Кокосовое масло. Оливковое масло. Ну, тоже так же вы можете перейти ниже по ссылке и прочитать там по-русски. И для вас тоже все написано будет. Вот такой вот кусочек. Такой, видите, как инием покрытый. Да? Спасибо большое Айхербу за то, что он вот собрал все эти продукты на этом сайте. И мы можем заказывать эти продукты и наслаждаться своим здоровьем и своей жизнью. Так, в моей коробочке осталось два небольших элемента. Еще осталось. Сейчас мы с вами решим, куда мы их поставим. Мы, наверное, их поставим вот за место этого волшебного чая. Вот остался у меня отторна. Как он называется? Комплекс такой витаминный. Вот вообще это очень серьезный такой как это называется-то? Господи. Производитель витаминов очень серьезный. Я, когда мне нужны какие-нибудь витамины, всегда стараюсь сначала посмотреть что-то подходящее по деньгам именно этого производителя. А потом уже на все остальное переходить. Здесь в форме капсул вот таких не очень больших в форме капсул витамины. Какие я искала витамины? Я четко знаю, что весной нужно непременно себя подпитать витаминами группы В. И в этом была моя основная задача. У нас как раз март, апрель, май, такие суперские весенние денечки. Поэтому мне нужны были витамины группы В. Не знаю, где тут найти вас, где тут вам вот что-нибудь видно будет, нигде. Вот так тоже нигде не видно будет. Но я тогда вам так расскажу. Здесь А, витамин С, Д, который был мне нужен, витамин Е, К. Я очень хотела попить, К1 и К2. Ну и все остальные дальше ниже. Это витамины группы В. Вот здесь нужно будет 2 в день попить их. Здесь 16 капсул. Но мы с дочерью попьем по 1 в день. Нам будет достаточно. Вот такие вот я купила витаминки, как я считаю, что это серьезные витаминки. Я люблю пить серьезные витаминки. И моя любовь вообще, вот эта вот фирма Неацел. Обожаю вообще. До этого у меня сейчас у меня коллаген. Кстати, по поводу коллагена, я в прошлый раз, когда его заказала, я же до этого пила коллаген в сиропе с гранатовым соком. И первый раз заказала в таблетках. Заказала мало их, 120 штук, потому что еще не знала, смогу я пить таблетки или нет. А почему таблетки заказала? Потому что так как я завтракаю в 12 часов, а их нужно принимать на голодный желудок за полчаса до еды, и мне, а завтракаю я практически всегда на работе, и получается так, что мне бутылку вот эту не очень удобно носить, я решила перейти на капсулы. И я взяла такое маленькое количество, потому что не знала, это не капсулы, это таблетки. Капсулы я люблю пить, а таблетки у меня не очень получается. Но здесь оказались такой хорошей формы таблетки, вот, такие они гладкие, такая форма у них чудесная, что прекрасно пьется, если у кого-то есть какие-то проблемы, вот, например, как у меня, я не очень люблю пить именно таблетки, потому что они у меня постоянно к пищеводу прилипают, я вот это состояние и не очень люблю. Или то, что они какие-то шершавые бывают, или какой-то глазурью они не покрыты. Вот до этого у меня был рутин, вот прям мне было очень тяжело его пить, а вот этот вот коллаген из-за своей формы и из-за вот этой какой-то вот правильной вот этой глазури вообще отлично пьется. И как я вот нарадоваться прям не могу, вот мне там некоторые люди пишут, что вы что там послушайте медиков, посмотрите какое-то видео, вот, это все коллаген, это все там мертвому припарка, его не надо пить, ну пусть вам мертвому припарка, мне вообще не мертвому припарка. Я не ем ни наваристых бульонов, ни рыбных, ни мясных, ни студий, ни каких-то заливных, я ничего такого не ем. Откуда в моем организме может вот, как в мой организм может попасть коллаген? Ну слава богу, что хоть люди его в такой форме придумали и продают его для меня, и я его хотя бы так пью. И понимаете, когда я его пью, вот я просыпаюсь, вот мне кажется, каждая женщина вот просыпается с утра, подходит к зеркалу, зеркал смотрит на себя и думает, боже мой, ну блин, ну что сделать со своим лицом, а? И начинаешь, да, здесь вот этим побрызгала, здесь вот этим вот помазала, да, сначала там побрызгала одним тоником, потом другим тонером, потом одной мицеллярной водичкой, другой оживляющей здесь приклеила, как их называют-то, которые под глаза приклеивают, ну вы поняли меня, да, и вот все утро занимаетесь тем, что пытаетесь свое лицо оживить. Когда вы начинаете принимать коллаген, вы с каждым днем, когда подходите к зеркалу, вы видите, как меняется ваше лицо, как оно разглаживается, 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 и вы каждый день из утреннего ухода что-то убираете, вот это вам уже не нужно, вот это вам уже не нужно, вот это вам уже не нужно. И наступает день, когда вам ничего не нужно. Вы просто подходите, видите своё лицо и понимаете, что вам ничего не нужно вообще, что у вас всё зашибись. Вы его так раз водичкой мицеллярной побрызгали и пошли дальше свои дела делать. И это всё именно заслуга коллагена. Может каждый там по-разному выбрать. Кто-то может выбрать в порошке, кто-то может выбрать в таких вот таблетках. Это всё нормально, глотается прекрасно. Кто-то может, как я до этого любила, в сиропе с гранатовым соком. Он весь отличный для меня. Просто выберите свою форму. Но я бы вот советовала сразу брать самое большое количество, потому что вот нам получается так, что в три раза больше, ну грубо говоря, это стоит тысячу рублей, а в три раза больше их стоит две тысячи рублей. И всё. Вот я бы вот такую большую банку купила бы. Купила бы и была бы счастлива где-то полгода вперёд. Вот. И этой же фирмы я обожаю. Где-то гиалуроновую кислоту. Я уже её однажды пила. Здесь две капсулы нужно пить. Я пила одну капсулу в день. И с тех пор, как я стала её принимать, я от сухости тела вообще даже забыла, что это такое сухость тела. Раньше постоянно я делала массаж с сухой щёткой, принимала душ, а потом непременно нужно было себя помазать каким-нибудь маслицем, там миндальным, абрикосовым, ещё каким-нибудь. Как только ты начинаешь пить гиалуроновую кислоту, всё. Во-первых, что для меня было немаловажно, что вот если есть, обратите внимание, у кого-то не то, что даже сухость тела, сухость пяток, да, здесь даже сухость глаз исчезает. Вот насколько это великолепный продукт. Вот если кто-то испытывает, например, вот мне вот 44 года, и я каждый раз осенью, зимой и весной ничего не делаю, только целый день борюсь, чем бы себя помазать, чтобы не испытывать сухость своего тела, как только в мою жизнь пришла гиалуроновая кислота, что такое сухость тела, и что такое сухость глаз, вы тоже забудете навсегда. Вот такой была моя чудесная, я считаю, посылочка. Вообще просто великолепная. Все, слава Богу, чудесным образом дошло. Все пришло то, что я хотела. Я счастливила себя, своих близких, и даже девочек на работе тоже. Они завтра будут счастливы, потому что они так потихонечку вливаются в мою команду. Правда, сами они еще не могут там все делать, но хотя бы меня просят что-то так вот для себя уже сделать. Это я уже считаю. Всем желаю большого здоровья, счастья, красоты, молодости. Снимайте видео, выкладывайте его, делитесь своим мнением. Я с удовольствием смотрю все видео, которые все выходят об iHerb. Мне вообще все интересно про iHerb. Давайте сделаем так, чтобы у нас было больше счастливых и здоровых людей. До новых встреч. Всех целую, пока.